Что такое? Ты такой прыгучий. Какой ты прыгучий, пёсенька! Ты маленькая меховушка. Катрена, нет! Нет! Нет, я тебе сказала. Тебе всё, запрет. Ты под запретом. Уйди отсюда. А то сейчас опять весь эфир будет. Катрена, нет! Катрена, нет! Нет. И ты тоже нет. Вообще, уходи отсюда. Катрина! Я буду здесь в дыры стоять, короче. Да, я со школы хотела заниматься этим делом. Мечтала со школы. Нет, не буду отдавать. Я сразу сказала, когда только мы поняли ещё, что она беременна, что все щенки останутся с нами. Голову убери отсюда, пожалуйста. Апачки! Да не скучай ты, пожалуйста, по маме. Новенький в вольере. А где же ещё ему быть? Так. Учим команду так сегодня. Так. Так. Так, Дима там охапку. Букет щенков несёт. Дима, тут есть проблемка. Катрина лезет вот там в эту дыру. Ёлки-палки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Понимай. Давай. И, да, эта проблемка серьёзная, потому что она лезет в дыру, в эту, и... Катрина... Да плохо она с ними играет, но... Дим! Я щас принесу и буду стоять её не пускать. Ничего ты? Ладно. Мою мечту помогла мне реализовать моя целеустремлённость. И трудолюбие. Ну, потому что у неё такой характер. Я не могу ответить на вопрос, почему она с ними играет в таком стиле. Да, она так видит и игры с ними. Сейчас она, если пролезет, то... Пока Дима не принесёт всех щенков, я не буду там стоять. А когда он донесёт, мы её уберём. Катрине к ним можно. Просто весь прошлый эфир я на неё кричала, чтобы она не дербанила щенков за шею. Она с ними играет жёстко. То есть, в принципе, это безопасная игра, но смотреть довольно нервно. Сейчас, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Так. Одно животное принято. Ой, чё, чё. И второе животное... Ой, какие вы большие уже, господи. Тоже принято. И когда моя дочь смотрела эфир, мне, моя мама, высказалась, что эфир был очень напряжённый. И смотреть было очень, ну, типа нервно было смотреть, потому что казалось, что она им может как-то повредить, когда она их теребонькает за шею. Ещё ж кто-то должен быть. Катрина, нет. Запрещено. Запрещенка. Так, щенки. Не лезь туда. Не-не-не, тебе туда не надо. Опа. Пошли сюда, собачки. Пошли, 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 пошли. У Алабай дела прекрасно. Он живёт в своём вольере. Гуляться... Гуляться он не просится. И пока не будет выгула, гулять он не будет. Его пристраивали на цепь. Я об этом неоднократно говорила. Это Алабай, которого пристраивали на цепь. Понимаете? Дим, ну что, стой там, потому что они туда головы просовывают. И всякое такое, в общем. Сейчас у него шикарные условия, гораздо более шикарные, чем те, на которые вообще рассчитывали и люди, и те, на которые рассчитывал, может быть, сам Алабай. И даже я не рассчитывала на то, что мы сможем ему предоставить такие шикарные условия. Поэтому ни о каком выгуле речи абсолютно нет. Вольер выходит на открытую, не огороженную территорию, по которой гуляет Дредфорд. И Алабай зооагрессивный, человекоагрессивный. Если какой-нибудь человек или какая-нибудь собака попадётся в поле его зрения, я просто его не удержу. А смерти нам не нужны. Да, я уже ответила про щенков, что они будут жить ещё у нас. Дима на страже стоит. Дима, они такие смешные. Может, ты с этой стороны постоишь? Здесь смешнее. Ну как, я просто их вывела на выгул. Собачки всегда бегают, когда их выводишь. Особенно поначалу. Щенки! Щеночки! У нас же до сих пор щеночка один, щеночек два. Точнее, меховушка первая, меховушка вторая. Он в леса сидит. Сидит такая. Да, чёрный так и остался меньше остальных. Видите, он длинный, как таксу. Фу-фу-фу. Дима, у него реально лапки такие остались. Ну, оставь, по крайней мере, они не вытягиваются. Все нормальные, а он коротколапый. Ну, господи, как это смешно, боже. Ну, назовём, когда вдохновение придёт. Что-то она пока не посетила меня на эту тему. Я уже и так и эдак пыталась. Чёрный мельче, это правда, но у одного из них короткие лапки, а у второго вроде подлиннее. У второго как, Дим? Ну, он коротколапый, но не настолько. Дим, ну тот вообще реально как маленькая такса, а все остальные квадратные. Не-не-не, у того короче всех. Дим, чего ты говоришь мне? Смотри, они сейчас голову будут просовывать в ячейки. Щенки, идите ко мне скорее. Щеноки, 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 щеноки. Ванда, Ванда. Щеноки, 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 щеноки. Ой, возички, возички. Как тебе на твоих лапах так вот скакать-то неудобно, наверное. Боже, как я шва. Вот, все-то нормально, как это, нормального строения. А он, видите, какой смешной. Все квадратного формата. Господи. Это просто огромный позитив. Да, я даю им козье молоко. Я даже в сторис пишу обычно этот момент. Они пьют козье молоко через день. Черный цвет строенит и укорачивает ноги. Ну, семеро гномов. Здесь же есть и девочки, как бы. Вообще, они же не просто мальчики. Ну, Дима все говорит, что у гномов имена унисекс. Ну, мне не нравится эта тема. Мне нравятся очень гармонично звучащие имена, музыкальные всякие. А у гномов это какие-то трых-р-бр и всякое такое. Иди сюда, чего ты там замерзла? Маленькая московская староживая. Да, я к тебе обращаюсь. Да, да. Такие жопки. Нет, конечно, я не знаю, кто папа. Она же пришла к нам беременной. Черный январь. Но, опять же, их не двенадцать. Ну, мне, конечно, мне нравится идея по поводу альфа, беты, гамма и эпсилона. Но это тоже... Я же сказала, меховушка первая, меховушка один, меховушка два. Господи, собаки уже скоро вырастут во взрослых, а мы все с именами тут паримся. Что? Да не нравится мне эта тема. Ну, Дима, ну я понимаю, тебе всегда нравится что-то такое. Ой, 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 ой. У меня это нападение щенков на меня произошло. Дрессировать они... Ну а смысл мне их здесь дрессировать? Ну, чтобы что? С какой целью? От них требуется гулять, дружить, хорошо кушать и радоваться жизни. Все. А, надрессировать какать в одно место, это к еноткам. Они умеют, они могут надрессировать какать в одно место. Нет, лис я беру только зверофермерских с документами о правах собственности по договору купли-продажи. Других не беру. Я поняла, что вы говорите про черноборную лису, но нет. Тем более, что мы уже закрыли... Да, у нас нет мест, мы уже закрыли этот сезон, а следующий мы не собираемся открывать в плане набора новых животных. У нас их и так предостаточно. И, к сожалению, нет никакой возможности найти... Ну, то есть, это нужно строить отдельный вольер. Все вольеры укомплектованные. Они могут подраться, если к ним подселять новую лису, уже как бы к сформировавшейся компании. Подраться они могут насмерть, например. Ну, этого же никому не надо. На авось, на бом тоже никто не будет селить здесь. Ну, типа... Ну, а вдруг они... А вдруг они подружатся? А вдруг они не подружатся? Строить отдельный вольер — это тысяч пятьдесят. Так что нет. Конечно, будем стерилизовать. Ну, какие вопросы? Нам достаточно. Мы уже поняли — собака плодовитая. Больше нам не надо. Это... Мы... Я и так соглашалась, как бы... Когда она пришла к забору, я сказала, ну, хорошо, мы возьмем тебя. Но я же не знала, что она троянский конь. И что у нее там еще семь штук. То есть... Привела еще с собой семерых собак. Восемь собак. Да. То есть, вместо одной получилось восемь собак сразу. Поэтому, естественно, будем стерилизовать. Мы и так всех стерилизуем, кастрируем. Просто еще руки не дошли. Сейчас тяжелая зима по здоровью у капельных собак. Вы знаете мою ситуацию. Тут... Ну, тут не до чего. Потом... Нужно еще же теперь каждый день ездить за фаршем для них. Потому что увеличили объемы кормления. Ну, и, как бы, количество собак тоже, как вы видите, увеличилось. Ты чего? Ты чего залегла? Залегла в ямку. Поэтому просто свозить на рядовую стерилизацию. Пока нет времени. Но у нас в январе будет операционный день у пушнины. Мы будем пушнину как раз стерилизовать и кастрировать. И, скорее всего, Катрена попадет как раз в эту струю. Что? Где? Господи, ты меня испугал. Ты хочешь сказать, что она щенка через эту ячейку затащит? Ну, да. Дима, имена доре ми фасоль ля си. Имена унисекс ровно семь. Мне нравится, идея хорошая. И очень музыкальный, как заказывала. Понимаешь, я говорю, причем, Дим, а он охотится на них. Ты видишь, как он ходит? Nightblade. Он просто крадучись к ним подходит. Сучара, а? Не-не-не, таксах играть хотела. Таксы. Интовидный пес теперь не смотрит с крыши на выгул, а сидит в своем отсаднике. Мы не смогли понять. Точнее, мы не смогли его остановить. Как он это делает, мы понять тоже не смогли. Поэтому пришлось его просто изолировать от возможностей. в нее, вот этот вот? Ну, цветом, да. А у него беленькие хвостика, а у нее нет. Основной цвет, да. Основной цвет, да. А все остальные пошли непонятно в кого. Ой, они уже друг с другом, смотри, играют там. А бессмертный черный кот, он не заходит к собакам. Вопрос, что это у вас там за бессмертный черный кот? Где 200 желающих ртов его сожрать? Они ограждены забором от кота. Да, но кот, видимо, очень умный. Самый достаточный. Свой, если два года, Дима. А почему я об этом не знаю? Где он два года живет? Где он два года живет? Ау. Я вот так сейчас... Ну, он уходил. Это тот, который в прошлом году приходил? Ну, он же и ушел благополучно. А сейчас он окопался, видимо. Я поняла. Мне из Варшавы пишет 36-летний человек, что хочет быть нашей собакой. В течение длительного времени. Я тоже не отказался. Дима говорит, тоже бы не отказался. Дима, ну тогда я тебя поселю к Рокоту. Справишься с Рокотом? Моя жизнь будет недолгой. Но яркой. А может, ты справишься? Я уже такой герой. Ну, да. Может, ты справишься с ней. А Катрена там, видишь, компенсируется. От невозможности играть со щенками она играет, значит, со своим товарищем. По выгулу. Точнее, по жизни на выгуле. А? Нет, нет. Нет, только не это. На Катрену вот щенок похож. Вот, вот, вот. Коричневый единственный. Кстати, кот и не бесит собак. То есть, собаки его, ну, его видит Дредфорд. И на него лает Шерхан. Периодически. Все. То есть, когда собаки на выгуле, я кота не вижу. Я кота вижу по ночам. Еще он живет в сарае. Я тогда захожу за какие-нибудь вещами. Он мне в лицо прыгает. Я обычно очень сильно пугаюсь в этот момент. И кричу. Он же черный еще и рожа злая. Но он прыгает мне в лицо, чтобы убежать. Потому что он категорически не принимает людей. Он дикий. Он дикий. Дикий кот. Да нормально я запоминаю имена. Я же с ними каждый день общаюсь. Что ты насол? Что за говно? Эй, ну-ка нельзя говно есть. Эть, бросил. Все, молодец. Смотрите, у нас яблоки под снегом. Дим, а яблоки-то до сих пор здесь. Яблоки, говорю, там до сих пор на дереве. Они еще не опали. Что ты там делаешь? Щеночки! Идите ко мне скорее! Ой-ой-ой, мы так бежим, что аж падаем. Ну и что дальше? Разбежались все. Щенки! Щенки-щенки-щенки-щенки-щенки-щенки-щенки! Щеночки! Дорими фасолья сих. Это так смешно. Дикий кот ест 500 кило фарша, которые всегда лежат на его территории. Там же все, там же хранится сейчас абсолютно все мясо и вся рыба. Мы не используем сейчас рев-контейнер, потому что и так зима на улице. Смысл туда все пихать? Не знаю еще. В смысле? Кто какую ноту выдаст. А, кто какую ноту выдаст, да. То есть, зачем напрягаться и загружать все в контейнер, если температура на улице точно такая же, как там. Поэтому все это на улице в доступе в прямом от кота. Так. Там уже все лисы собрались. Лисы собрались щеночками, хотят полакомиться. Мне это не нравится. Ну, мне это тоже не нравится, но я же слежу за ними. Портурнакс только спит где-то. Дима, ну что, уносим? да надо гонщик гулять сейчас сейчас я тебе буду по одному давать или по двое тебе давать поскольку поскольку тебе надо щеночков вот призови его я его пока поймаю иди сюда я разберусь с камерой это не это вообще несложно вот первый пошел держи чем не зачем не двумя руками их ловить иди сюда я все поймаю все и я уже видишь поймала 2 ну в другим собачкам тоже гулять надо тем более ну понимаете в зиму сильно долго щенков они конечно крепенький этот фу конечно еще раз на них опять же вот но мы все равно мало про них знаем чего там генетически с иммунитетом у них да и вообще то есть мы не знаем отца сами понимаете мы не знаем как вообще сама катрена по себе устойчиво неустойчиво у нее иммунная система фиг поймет мы так делаем максимум для них абсолютный максимум то и по кормлению и по содержанию по выголу по вакцинации там по всему по досугу но я не знаю пока по поводу переохлаждения это как бы у нас не бывает щенков то есть я не могу рассуждать сколько на самом деле можно гулять поэтому я стараюсь лучше наверное чуть чуть их не додержать на улице чем передержать ты что уже здесь до стараемся гулять каждый день но иногда можем пропустить и час сейчас ты их позови присядь и пообщайся с ними не 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 так не надо дим присядь пожалуйста присядь присядь вот так захочет к тебе держи таксу а вон смотри московка стражевая так вот так не так не надо иди сюда апачки просните пожалуйста надо вытащить ребенка вытаскивайся пожалуйста несу терпеливая ну я эфир сохраню вам посмотрите да судя по щенкам отцов там было много я фотограф ретушер по профессии ну сейчас еще немножко копирайтер но это так скорее подработка катрина да сама пришла у меня есть телеграм как блин телеграм-канал вы можете в него попасть через ссылку в моем профиле и там есть собственно говоря видео о том как пришла к нам катрина я писала stories в этот день прям пошагово как мы ее впервые увидели я такая ой собачка как мы с димой думали брать ее не брать ловить как ее ловить даже голосование было да сейчас даже голосование было типа брать или не брать но скорее шуточное конечно вот и в этом канале выложено абсолютно все в плане все вот эти видео они выложены в канале вы можете посмотреть как пришла к нам катрина кто подкоп делает маленький нет я не поймала мех 1956 иди ко мне иди ко мне скорее иди ко мне скорее маленькой меховушка бегает на не дается ты смотри какой этими квушка стопка стоп incredible Share Ловля меховушки, все, ай, готово, тихо ты, сейчас перевернем, вот, вот, ну такое, ну все такое, котик, ну такая трогательная собака, Дим, держи, так, что, две осталось? Сейчас, вот эта забилась, как раз я ее достану, сейчас мы тебя достанем, стой, иди сюда, только не пищи, пожалуйста, ладно? Да, зашкирдоз, зашкирдоз, прости, все, остальную я сама буду, остальная вот, остальная, ладно, Побегай еще чуть-чуть, на маму только один похожий, пойти, босечки, все, поймался сам, и сам порисовал, сам пришел, вот и пошли, а как мне открыть, эй, так, нас тут замаровали, что вы пишете? Облегченного поведения она, девушка Да, бывает много отцов, ребят, бывает У собак так бывает Ты хорошая, замечательная Михалушка, Дим, открой меня, я не могу открыться Все, ребят, всем спасибо, я надеюсь, я вас порадовала, и мы пошли гонщик выпускать теперь, и я целый день на улице сегодня, вот, все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok